50 лет не такой уж большой срок для жилого дома. Некоторые новостройки уже сейчас выглядят не совсем обычно. И вполне возможно, что именно в этот момент рабочие закладывают очередной камень в настоящий дом будущего. Уже сейчас типовая застройка уходит в прошлое. К реализации проекта будущего уже приступили ярославские строители. Кирпичный жилой комплекс на улице Панино отличаться от остальных домов будет не только внешне. Главное здесь автоматизированные коммунальные системы, вентиляция и отопление. Собственная котельная на крыше позволит забыть о проблемах с горячей водой. Более того, здесь жить не просто комфортно, но и выгодно, потому что платить за отопление в этом доме придется в три раза меньше, чем в обычном. Огороженный безопасный двор с детской площадкой у этой современной новостройки уже имеет свою награду. Бронзовый диплом на всероссийском конкурсе ландшафтного проектирования. В районе такая одна. Дом будущего должен быть высокотехнологичным и энергосберегающим, энергоинертным. Потому что огромные деньги тратятся на приготовление энергии, на создание, на генерирование. Дальше зачастую она используется впустую. Мы топим воздух, улицу. Основной упор на это. А вот с материалами все будет по-старому. Уверены ученые. Бетон останется номером один. Причем рецепты самых прочных его форм подарила человеку природа. Структура материала такова, что здесь используют моллюск нанотехнологии. Причем настолько тонкие и красивые, что дамасская сталь отдыхает. Дома, способные лечить. Возможно, первый из них в будущем появится именно в Ярославле. Подобные открытия сделали наши ученые, исследуя свойства электромагнитных полей различных материалов и человеческих органов. Мы проводили такое исследование на пациентах. В одной из поликлиник 25 пациентов. Бетоны разной структуры показывают, что они по-разному влияют на человека. И можно подстроить, так скажем, строительные системы под интересы биополе человека. Могут появиться у нас и небоскребы. Идеи застройщиков пока ограничиваются 40 этажами. Но по закону приступить к строительству нельзя, если у местных спасателей нет техники, способные добраться до верхнего этажа. Застройщики, планирующие высотное строительство, должны объединяться, я так считаю, и как-то приобретать за свой счет некий транспорт, либо наземный, либо вертолет пожарный. Небоскребом самое место в деловой части города. Пока ее как таковой у нас нет, но все может измениться. Расположиться ярославский даунтаун может на территории между Ленинским, Кировским и Дзержинским районами. Сейчас эти земли заняты заводами. Их, согласно задумке, следует перенести на окраины города. А зону эту из промышленной сделать деловой. Администрация, офисы, банки – все это может переехать сюда из исторического центра. Удобна эта часть города и местоположением. По несколько вариантов подъезда для всех районов, близость к окруженной ИМ-8. Центр города, зона ЮНЕСКО, останется для туристов и для отдыха горожан. Это было бы очень здорово. Мечты – все это или реальное будущее – увидим через 50 лет. Нина Колтина, Александр Широкий и Олег Лушников. День в событиях.